Сегодня в рамках работы информационно-пропагандистской группы Гумельского Абл-Выконкама отбылась встреча наместника старшины Владимира Привалова с коллективом Добружской центральной районной больницы. Наши корреспонденты ведают, об чем и шла размова. Добружская центральная районная больница – одна из старейших медицинских установ в Беларуси. Первый корпус был побудован князем Паскевичем Яши в 1878 году. После Великой Чины побоч открыли и еще один корпус. Такой историей в больнице генерации, але протяглая эксплуатация робить актуальным проведение капитального ремонта установы. Летось тут открыли акушерско-гинекологичное отделение, оснащенное самым сушасным обсталяванием. Все лето эта работа протягивается. В этом году, конечно же, при поддержке, финансовой поддержке Управления здравоохранения Гумельского облсполкома нам были выделены деньги, и мы сейчас продолжаем ремонт первого этажа, вот этого трехэтажного корпуса, которому уже очень много лет, и мы сейчас делаем физиотерапевтическое отделение. То есть оно будет точно такое же красивое, современное. При этом мы закупаем все самое новое оборудование для того, чтобы проводить реабилитацию всем пациентам, которые у нас лечатся в стационаре. У сущасной истории добрыжские медики вытремали два серьезные экзамены. После 86-го они допомагали людям, которые потерпели у вынику чернобыльской катастрофы. Минулый год и начаток этого – борьба с коронавирусом. Не в опущенную шаргу, дякую, что не просто захованню, а ли и развитию медицины на мясовом узровне. У бывшего врача-терапевта Участкова сейчас расширились функции, он стал врачом общей практики. Появились помощники врача, которые взяли на себя часть рутинной работы, где не требуется вмешательство. Очень порадовал тот факт, который тоже отзвучил президент, что даже в районных центрах будут компьютерные томографы и, конечно, более высококлассное оборудование. Большое количество населения у нас в Доброжском районе, которые обращаются по различным заболеваниям. Им намного удобнее, допустим, у нас в районе обслуживаться, чем, допустим, ехать на областной центр. Поэтому мы стараемся на районном уровне внедрять новые технологии, новые виды медицины, соответственно, для того, чтобы облегчить работу и как можно лучше и качественнее оказать медицинскую помощь нашему населению. Дорогие, только в минулом году набрать буз коронавирусом на Гомельше не было выдатковано амаль 105 миллионов рублей. Сегодня ситуация поляпшается, что позволяет скорочать червоную зону и больше уваги надавать лечению инших захворываний. Перед медициной сегодня у Вогули ставятся великие задачи, как и перед всей социальной сферой. Размова об этом и шла на шестом всебелорусском народном сходе. Основная цель на следующую пятилетку – это работа над демографическими показателями. Это снижение таких показателей, как общая смертность, смертность в трудоспособном возрасте, детско-младенческая смертность, детская смертность. Поэтому вот эти постулаты, которые сегодня двигают сферу здравоохранения в первую очередь, если касаясь образования, конечно, мы будем двигаться и по линии строительства детских садов, школ, модернизация социальной сферы, хозспособом, капитального ремонта. Ну и потихонечку будем не снижать обороты по централизованному тестированию и предметным олимпиадам. По спорту обязательно удержать те показатели, которые мы сегодня имеем в республике – это лидирующие позиции по медальному зачету. Ну и подготовка спортивного резерва.